Около двух десятков пикетчиков и палатка по сбору подписей. Националисты сегодня вышли к облсовету агитировать хриковчан, оставлять подписи под обращением к правительству и депутатам Верховной Рады, отменить повышение тарифов. Мы все знаем, что эти подписи значимого решения юридического не имеют, потому что это нужно несколько десятков тысяч. Мы это начинаем, но когда у нас будет несколько десятков тысяч подписей с телефонами, с прозвищами, с именем по-батькову, это реальная людина. И тогда мы будем передавать эти подписи с нашей заявкой до Верховной Рады. Этот же вопрос обсуждался и в сессионном зале. Депутаты приняли обращение к обмину, правда не столь радикальное. Харьковский облсовет также обратился и к правительству с просьбой отменить решение о повышении цен, хотя бы до того момента, пока экономические расчеты не будут предоставлены громаде. Депутаты считают, что из-за повышения стоимости энергоносителей 70% населения области оказалось за чертой бедности. И хотя система предоставления субсидий работает, без реальных шагов по изменению экономического положения, социального напряжения не избежать. Наша задача сегодня, чтобы все вопросы были сбалансированы и те семьи и люди незащищенные могли получить соответствующую помощь через систему субвенций. Конечно же, чудо не происходит и самое главное заниматься развитием экономики, созданием рабочих мест и планомерно повышать средний уровень заработной платы. Поэтому наша задача сегодня обращаться к правительству максимально через депутатский корпус Верховного Совета, через правительство влиять на те принятые решения законодательные и нормативные, которые принимает Кабинет Министров, которые бы смягчили сегодня условия для людей. Правительствам и государствам предусматриваются все механизмы компенсации для того, чтобы у людей была возможность платить по коммунальным тарифам. В связи с этим был определен порядок предоставления субсидий. Над этим Харьковская область работает и в соответствии с законом и нормам, которые положены, всем будет предоставлена такая возможность. Рассмотрели депутаты и другие социальные вопросы. В частности, распределили медицинскую субсидию. Почти 90 миллионов гривен пошло на зарплаты врачам, помощь переселенцам, покупку препаратов для гемодиализа. Кроме того, была утверждена программа для ветеранов АТО по покупке льготного жилья. 185 семей за два года могут воспользоваться шансом приобрести квартиру или построить дом за 60% его стоимости. Остальные 40% заплатит бюджет. Так, землю хлопці отримали, але ж як використати її і побудувати на ній власне житло. Для реалізації цих программ знов-таки громадська організація «Спілка ветеранов АТО» спільно з обласним департаментом містобудування і архітектури разом з державним фондом сприяння молодежного будівництва розробила важливу программу, яка допоможе на пільгових умовах отримати власне житло або побудувати його на отриманных земельних ділях. Корсунов отметил, що программой прежде всього змогут воспользоваться те, хто був ранен в зоне боевих действий і семьи погибших. А на адресну матеріальну допомогу воїнам АТО було виделено ще полтора мільйона. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.